нормально леха валим-валим-валим-валим ты нормальный защищай меня защищай уважуха тебе и почет дайте пройти ну ебте мать вы чё сговорились а леха уроды спасибо собака учетом повылазили-то повылазили блях радиация еще да 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 так не он туда наверно вот здесь по периметру обойдем всем здорово 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 друзья с вами валерий и stalker тень чернобыля и так сделка по покупке оружия нового короче прошла так как бы сказать как бы так вот сказать помягче не очень не очень так вот хорошо поэтому бог с ним бог с ним короче вы сказали то что в комментах написали что с пгшка я могу распрощаться так что ну не судьба вот не судьба но мы с вами по ходу все это заварушки обзавелись новым оружием новый новый снаряга комбинезончик вот у нас неплохой принципе по характеристикам также ружье взяли чейдер 13 гладкоствольное помповое ружье американского производства создана для переменения в самых неблагоприятных условиях отличающихся высокой надежностью все детали снабжены антикоррозийным покрытием вот так вот так можно смотреть дротики кита но это все что тут уставка у нас потребляла то здесь можно короче тоже использовать также мы с короче с вами взяли с в мк2 это снайперская винтовка в коментах написали что она неплохая вот так что тоже ее и спробуем посмотрим более современный вариант винтовки выполненный по компактной схеме bullpup очень хорош в дальних путешествиях по зоне вот так только патрончиков патрончиков от нее не знаю надо будет к бармену зайти посмотреть что там по патронам также вот у нас есть подствольник гранатомет для винтовок нато также есть что-то еще по моему сняли с какой-то винтовки вот оптический оптический четырехкратный прицел производимый в странах странах нато устанавливается на стандартное натовское крепление так называем планку пикатини окей ну присобачить нам некуда это пускай она пока будет может быть пригодится потом я не знаю я в тайник наверно уберу здесь тайничок здесь уберу здесь короче у нас до сих пор продолжается какая-то бойня непонятная ищут дать аптечку то есть стоит учет ты что-то чувство а а я думал это больных скачет так ладно держи аптечку мне не жалко ищут какого-то убийцу короче здесь так дед бар где бар не подскажете бар запутал я что-то заплутал где бар вот сейчас я короче в баре посмотрю что можно еще с собой взять так погоди нет не суды и выложим наверное еще чуть-чуть да и отправимся с вами уже на янтарь вот отлично сидят уже спокойненько спокойненько на гитаре играют рядом с трупом патрончики заберу хорошо так по моему было еще вот справки у нас тут местный фольклор мужское одиночество мужское одиночество а я тогда глазам своим не поверил вот казалось бы есть красивые девушки да но это была она совершенство да вот совершенство такое было ощущение что мир вокруг нее черно-белый и размытый она одна только в свете и резкости как она двигалась и так такого даже никогда раньше не видел у меня аж ком в горле встал но сдалась ей-то наука что эту зоне делать ну да зоне к вечеру дело было у автовокзала там девятиэтажка отдельная сначала что-то в окне на первом этаже промелькнула я коллаж быстро с предохранителя снял и тут смотрю из подъезда выходит мне глаза протереть захотелось мало ли чего от зоны ожидать можно она подходит а я стою как дурак глазею автомат правда на готове держу привычка уже тут она меня заметила улыбнулась поздоровалась а я слушаю и не слышу все на нее смотрю она в синем кабинезоне была ярком таком но не балаханистом почти облегающим фигура у нее что-то фантастическое только до меня дошло что я не слушаю совсем что она говорит стою и улыбаюсь до ушей она оказывается из исследовательской группы была спрашивала если у меня возможности и помочь ей да я бы в аномалию ради нее полез сказала что она занимается этими как их эндемиками зоны ну растениями такими которые только тут встречаются сказала что сбежала от охраны потому что с ними никакой свободы действий нет в одиночку пришла сюда не знаю я поверил согласился помочь притащить и кое-что через двое суток пришел как договаривались 1 5 чуть не накрылся пока собирал и дуал сама в голове одна мысль вот сейчас я ее опять увижу и ничего это же дома того где ее встретил не увидел вот так но какая она была она аж изнутри прям светилась короче приглючил по моему пацана от одиночества вот зоны вот так янтарь легендарное озеро в одноименном секторе давно уже высохло одно мелкое болотец осталось плохое это место смертью пропитана ходить туда особенно опасно потому что любой кто слишком далеко сунется сразу же умом повреждается а по всему сектору зомби пустышки бродят если кого увидят так к нему идут и совсем не с мирными намерениями если обойти озеро и группы зомби то попадется научный лагерь там ученые их вертолетами привезли и зачитаю изучают что-то с ними потолковать можно они артефакты покупают даже задание как минимум могут дать вот туда короче мы с вами и направимся но для начала надо в бар опа опа ты погоди погоди в смысле смысле вот афа вот они предатели наверно да вот они я нашел я нашел айда братцы где бляха 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 а чё по мне то начали стрелять глупо враг одиночка не это перекур люди погоди какие враждебные элементы я все я все я нормально я добрый я же тут это помог кто такие то почему они красные твою мать как смысле я не понимаю это долговец это долговец а чём по мне стреляет я же помог всем кто находится на территории долга срочно убежать врага я не знаю я не знаю я не знаю что это ты да на тебя Твою мать! Да в смысле? Погодите вы, 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 народ, народ, погодите! Бляха! Чё творится-то? Чё происходит-то? Срочно уничтожить врагов! Да это реально дуговцы! Кого хрена? Блёх, здесь! я не понимаю я не понимаю просто не понимаю почему что почему тот чувак короче был красный и ну я его убил да почему остальные то на меня надо начали я думал предатель какой-то что за бред вот видишь видишь так погоди ладно я побежал это тут чувак который это оружие убрал помочь нет а нет вот народ там это на улице короче не задерживайся я не задерживайся слушай жорик там какая-то хер на улице выйди посмотри тебе сюда нельзя так ладно я думаю суда они не не сюнутся что интерес так аптечки я заберу патроны патроны да я потратился вот так короче это берем это мы уберем 5 5 5 5 5 так окей остальное все нормально что интересно так бармен и отмечено время идет а ты не меняешься понятно так я хотел бы чуть не посмотреть купить нет да ничего и патронов короче для снайперского момента у него тоже нет получается обычный 762 762 понятно короче луки и ладно надо короче отсюда валить и и и и и и идти на янтарь так я щас задание у меня что найти документы а янтарь все отлично показано янтарь все я надо как-то выйти отсюда чтоб меня не тронули тут можно выйти леха ладно аккуратненько нормально валим 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 а это нормальный защищай меня защищай ладно это чё это нам не надо колбасу чё не агриться то я вот это не понимаю у меня же коврик уехал давайте там стреляйте по нему я не знаю блин сами 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 без меня жизнь какая-то творится надеюсь когда я вернусь следующий раз сюда здесь все устаканится я надеюсь жизнь какая-то просто жесть что не агриться непонятно так уничтожить логово на территории дикой территории так справка там что-то у нас появилась местный фольклор опять ужас мне мы с напарником к этому недавно присматривать так мы с напарником к этому недавно присматривать уж больно место пустынные не зверя в округе не мутантов только кто бы туда не пошел либо перепуганные в усмерть катушек съехавшие возвращались либо вообще их больше не видали решили сами потихоньку разведать выехали затем на а как добрались до места уже светать начала оставили машину вас падочки пошли лесом к пушке там остановились на паре нас а там остановились напарник остался внизу а я полез на дерево с оптикой оглядеться что в окрестностях творится вижу корпуса и не так чтобы совсем уж заброшены стекла целые почти все во дворах травы немного не то что в других местах по пояс по всему выходило что живут тут однако тишина полнейшие движения никакого тут вдруг чуть справа ударили очереди кто-то из автомата бил короткими я оптикой туда вижу на крыше одного из корпусов незнакомый мужик на как крыса затравленная мечется и стрелять без разбору во все стороны кого смотрю и понять не могу он там один был и вот тут началось я все видел как на ладони автомат у него из рук сам собой улетел будто крылья у железяки выросли мужик рот раскрыл видно заорал чего-то достал нож и выставил его перед собой и тут елки-маталки гляжу а перед ним сам с собой висит еще один вот так в воздухе жалом к нему и висит и и не держит его никто что дальше было это не ночь рассказывать минут пять минут пять того мужика резали подним ногу так суки мать их за ногу там поорез тут укол бедолага скоро уже весь в крови был потом как он уж в ногах заплетаться стал его нож тоже выбило тут мужика как поднимет воздух как завернет пару раз я такого в жизни не видел натурально как тряпку вертела я в три секунды мокрый стал потом нет все не буду в общем как я отдышался еще минут пять шарил прицелом по окрестности руки дрожали оптика от пота мокрая стала но хоть бы одна тварь и в обычном диапазоне в инфа красном ничего как я слез напарник на меня поглядел да и спрашивать раздумал а как вернулись на базу и неделю добровей надирался не просыхал потом как отошел чуток порасспрашивал наших может кто-то про такое чего слышал только народ на меня посмотри он посмотрит начал косо часом не подвинулся ли вот такие дела и это не нет ни про агропром как вариант там же это помнишь в подземельях да там этот чувак-то контролер так там короче какие-то наемники опять наверно появились да я так предполагаю ну плеха мне надо это пойти через них так по свой хорошо это уже радует кстати посмотрим эти на интере интересно ученые сами продают артефакты если они продают тому что никакими годные артефакты есть пусть и оружие все нормально ты чё справился молодец уважуха тебе и почет дайте пройти ну ёпте мать вы чё сговорились а там чувак он побежал куда-то уйдите с дороги ну леха урода спасибо собака вы чё там разговорились ну ёпте двигай от седа пацанчик чё выйдет молотца а сейчас там следующий будет нет нет окей все я пошел вы любители в дверях застревать до своего то бросили смотри уроды вот урода своего бросили опусти оружие да иди ты в жопу опусти оружие свои бросают так жрачку я не буду брать и мне надо вот это здание обойти принципе дорогу то мы немного знаем да это нет 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 леха нормально бандюгантом с этим с кровососом бегать на пару ческа решились что где-то бляха я кровососа больше всего опасаюсь ну где ты где этот кровосяка кровосатый леха жесть жесть на смысле собаки чувствует развелось то так стопэ радиаишн ни хера тут снорки кровососы фига фига повылазили вы чё вот стоит теперь лежит прикинь кровососы здесь фига мутантов смотри развелось чё за дичь поемник куча 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 всех это дичь да походу дорога будет долгая и опасная смотри смотри снорки снорки вот снорки то откуда здесь взялись наемник наемники здесь тоже были бляха живу но но отход 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 отлично ларисом собака фу жесть это не тот туннель который которые это когда заходили помнишь лануна вряд ли почему они друг друга то не бьют я вот это не понимаю наши мутанты и наемники почему они друг друга то не гасит бандиты собак так пробегает знаешь как в фильмах ужасов такая пробежала такая все и нет никого так ладно так здесь я смогу пойти а ну да мы здесь пробегали с этим с ученым то я помню леха все на это пробрался да скорее всего он слышу пожар но по идее здесь больше никого не должно быть не факт так как там надо короче бросить да и побежать оп хорошо заберу лоп ой 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 хорошо продадим лоп ой о том 我們 ой ой 0 ой бегать ну ладно собак это так ладно на собак наверно возьмем испробуй сейчас как раз на собак на собак и собак и собак я думаю это я просто не точно попал не но не но всякого всяко лучше чем 2 ствол всяко лучше лично вот новая локация друзья новая локация мы тут по моему не были ну здесь разминулись по моему с ученым вот это уже новая локация новой location это наверное есть янтарь да да мы на янтаре мне отсюда за обычай тайник погнали варит опасно здесь и в комментах вы писали что здесь очень-очень много зомби смотри как это да дом в тумане ну дома в тумане да таки вообще жесть атмосфер ненько тихо толк ага зомби взаимбумба идет на близкое расстояние короче надо другое оружие взаимбумба идет на мозги то сдохнет мозги в смысле мозги да говорит как по стандарту как по стандарту в этих ужастиках фильма фильмах ужасов до мозги мозги да 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 так не он туда наверно так вот здесь по периметру все обойдем слышь да 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 RUSSI G& TODAL G& Michigan G& BES Ага G& BES UAY La Apay pub G& BES V G& A G&B AN DUENDik G&B E 1 да да я тебя очень прошу сделает мы все от этого зависим кругу ухты мечные собственно персоны наконец-то ты добрался к поговорить с профессором сахаровым он хочет отблагодарить я за мое спасение а это вот этот которого мы спасали до встречи ладно сахаров так но в принципе на интере можно тоже сделать какую-нибудь нычку да типа тайничка своего когда по и посмотрим костюмчики никуда и круглой не круглых как-то сахаров дайте чем там кого он смотрит сюда иди да да это он там орал да 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 что вас интересует так я еще лабораторию x16 бармен сказал что вы можете знать ее местонахождение да мы знаем об этой лаборатории однако ее точные координаты нам неизвестны кроме того пытаться попасть туда слишком опасно на ладно продолжать годом но изучаем излучение лаборатории в 16 ты не пройдешь туда без специальной защиты мы разработали соответствующие устройства но для его настройки необходимо произвести ряд замеров если ты поможешь нам сделать эти замеры я дам тебе настроенный прототип с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию да а тут что-то по-другому нас уже довольно давно интересует лаборатория x16 вернее то устройство внутри который генерирует излучение непосредственно влияющие на сознание людей вынужден разочаровать вас туда не пробиться без специальной психи защиты результат будет заведомо трагичен если удастся избежать полчаса полчищ зомби вокруг входа в лабораторию вы рискуете превратиться в одного из них все это очень серьезно правда мы разработали устройство которое помогает экранировать излучением для более точной настройки необходимо провести ряд дополнительных замеров если вы поможете нам в этом через некоторое время мы пожалуй сможем предоставить для полевых испытаний окончательно от юсти рованный прототип от юсти рованы от тестированы наверное от юсти рван так нет пока я не хотела браться за хорошо да 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 ну то отлично поговорить с круглом отправляетесь он уже снаряжен с тем необходимым хорошо тогда да 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 так поговорить с круглом кстати мне информацию про призрака да да проводить круглого вместо замера узнать о судьбе призрака да да он же что-то там выполняет для этих да 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 мне нужна работа есть что на примете принести уникальный комбинезон принести часть тела снорка натерть и фотографии эти задания мне интересно понятно это опять те же самые задания знаешь как принести то сделай это короче ясно так посмотрим что у нас здесь имеется такое ружье у меня есть вот это я не стал у меня тоже где-то она есть или я продал я не помню так но это понятно погоди а вот на этот ясно видишь оружие элитных да там повреждение что значит повреждение повреждение это повреждается сам ты а где урон я вот не пойму урон удобность скорострельность мой удобней скорострельный и точнее что такое повреждение это наверно урок урон или хотя и фиг знает наверно скорее всего урон ну ненамного так что смысла нет смысла нет короче я у тебя значит так я тебе продам вот это гадя у меня по радиации чё там кровотечение вот это я тебе продам так удар выносливость и чё мне там радиации радиации 34 давай вот этот еще раз продам пули стойкость жалко что у них короче нет в продаже артефактов вот это жалко вот это жалко так я тебе патронная на возьму 58 и наверно 6 до в этом стволе он патрончиков тебя куплю вот этих тоже 30 . вот так вот так пойдет принципе все в принципе у него больше ничего интересного нет так задание мне эти неинтересно окей до встречи да да но но здесь в принципе тоже ничего так ладно говорит с кругом тогда меченый профессор попросил меня прогуляться к месту замеров вот это дело отправляемся немедленно одному там делать нечего а вот с тобой думаем быстро справимся главное не подпускай близко к кадавров ты как готов к кадавров снаружи слишком опасно иди первым разведай территорию снаружи кадавры опять расшевелились кадавры кадавры это зомби прогулка с круглого кадар в этот как раз как кадавры это зомби так куда выйти а он не скажет куда идти морль блеха блеха кадавр кадавры идут стопы стопы за ладно я иду первым у меня фонари у меня автомат а замеривать будешь замеревать давай надо идти дальше фото фото факты что это что-то светится а хиром такую просто вы такой чейн держите меня с ним в леха мне вот эти патроны вообще не нужно стой ты чуть прощите страшный что ли так если он дебил так это что-то я заберу у него леха че взял чудо это что такое устройство для замеров писье излучения немедленно возвращайся говорит назад точно чай тут соберу леха ну нахер побеги ты еще там какая-то дичь рычание похоже на это на кровососы наверно это так было задумано или нет он просто вперед короче перся персию ну бежал короче вперед он сейчас там респанится короче и все за на хиро ты ну и кстати да это так же как и блин в прошлый раз он вперед пер 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 вот и допёр что тут у нас не сюда беда беда чувак беда беда да да почему погиб ты же должен был его охранять чипы он погиб круглого построили зомби я ничего не мог сделать и было много как это могло произойти черт опять все идет наперекосяк придется вызывать дополнительных сотрудников а у нас и так проблемы вот чёрт так послушайте кругов погиб но я ведь жив дайте мне прототип прототип я пробьюсь вот прототип но будь осторожен он не настроен должным образом но тут ты сам виноват не уберег нашего коллегу поэтому устройство не сможет обеспечить максимальную защиту хотя и ослабит излучение придется тебя поторапливаться по пути к излучателю так как попасть в лабораторию их 16 демена находится вход проблемой лаборатории занимался васильев около недели назад они вместе со сталкером по кличке призрак попытались проникнуть в лабораторию через несколько часов на с порядком тряхнула и излучение на время пропало а еще через час мы получили сигнал от васильева сигнал шел с болот но потом пропал по всей видимости васильев погиб у него была точная информация по лаборатории где она находится как нее попасть попробует искать его тело возможно найдешь и сведения о том как отключить излучение все известные нам координаты я тебе скинул так еще что-нибудь начинать нужно с поиска тела васильева только в этом случае шанс получить точную информацию о местонахождении лаборатории где-то там должно быть и тело призрака мне кстати показалось что он знал об x16 значительно больше чем говорил если твой коллега каким-то чудом выжил хотя конечно надеяться на это глупо хорошо я попробую так да 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 там ничего не появилось но да да еще патроны появились я чувствую будет короче очень 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 дичайше поэтому я беру патроны еще 30 . этих вот ну и журнал где не заметки понятно план здесь что обыскать труп василия окей да да окей короче у меня как раз видос подходит концу мы с вами здесь передохнем вот поменем чайком чайком поменем короче нашего круглого вот и следующей серии уже отправимся короче на поиски x16 возможно если если найдем быстро то возможно мы посетим уже в следующей серии x16 но не знаю кому понравилось ставим лайк и подписываемся на канал группа вконтакте подписываемся инстаграм комментируем с вами был валерий всем пока